Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление присоединяется к нам. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Если вспомнить те первые недели полномасштабного вторжения, первые месяцы полномасштабного вторжения, то вот эта фраза украинского военного и на контрасте, я знаете, как бывший радищик, очень слышу голоса и отличие интонации. Вот этот свободный, открытый тембр украинского военного, который послал по известному уже всему миру адресу русский корабль, это было невероятно воодушевляющий звук, запись, даже та первая запись. А что же означало, Александр, освобождение этого острова с военно-тактической точки зрения для Украины? Это означало многое на самом деле, вот одним просто словом многое. Почему? Потому что у российских оккупантов были довольно-таки серьезные планы на остров Змины. Во-первых, оккупация этого острова, контроль этого острова позволяла россиянам контролировать весь северо-западный сектор Черного моря. То есть фактически полностью заблокировать судоходство гражданское и не только военное, и доминировать там с присутствием своих военных кораблей. Далее, это уже пошагово реализация планов по размещению там эшелонированной ПВО, малого-среднего-большого радиуса действия, что позволило бы в перспективе российским оккупантам не только контролировать, например, над этим черноморским сектором воздушное пространство, но и в том числе воздушное пространство над Одессой, Одесской областью, воздушное пространство над Молдовой, воздушное пространство над Болгарией, Румынией, в зависимости от тех средств, которые бы там размещались. А размещались бы средства большого радиуса действия в том числе. Следующий шаг – размещение береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» с ракетами П-800 «Оникс», которые позволяют не только поражать надводные объекты, но и сухопутные. Этими ракетами в 22-м году обстреливалась Одесса и Одесская область, но обстреливались территорией Крыма. Если бы они обстреливались с острова Змеиной, то, по сути, реакция воздушной тревоги вообще не была бы достаточно своевременной, поскольку время подлета было бы минимальное. Ну и, конечно же, третий очень важный аспект – это то, что остров Змеиной мог бы использоваться российскими оккупантами для последующей высадки десанта как в Одессе, так и Одесской области. Всего этого, как мы видим, не произошло благодаря освобождению острова. В дополнение хотелось бы еще одной темой коснуться. Несколько недель назад из российского плена освободили 28-летнего защитника острова Змеины мужчина вернулся в Украину в день своего рождения 11 июня. Как рассказал Государственной пограничной службе Украины освобожденный боец, в возвращении домой он не верил до последнего. Говорит, что в плену было тяжело, прежде всего морально. Отмечу, что 11 июня в результате очередного обмена пленными Украина вернула домой 95 военных, среди которых воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники. Некоторые из освобожденных находились в плену у ЧВК «Вагнер» и подразделения «Ахмат». До последнего не верилось, сели в автобус и ехали с завязанными глазами. Я думал, а если что-нибудь пойдет не так, сорвется обмен или еще что-нибудь и поедем обратно. Однако в глубине души я верил, что все сбудется. Во-вторых, то, что день рождения, думаю, неужели это судьба, такой подарок сделала на день рождения. Эмоции не передать. Я отворачивался и плакал. Эмоции переполняли. А когда ступил на землю, выдохнул. Учитывая, что человеческая жизнь российских военных, для российского руководства военного ничего не значит, и можем очевидно понимать, что у нас есть достаточно пленных, которых могли бы обменять на наших ребят, что еще усложняет процесс обмена на сегодняшний день, учитывая все те этапы, которые были до этого. Ведь каждым этапом, я так понимаю, что те, кто непосредственно берут участие в этом процессе, исправляют свои ошибки, видя слабые стороны, сильные стороны, и пытаются усовершенствовать эту методологию обмена. Как вы можете прокомментировать сильные стороны? Можем ли мы сейчас быстрее возвращать наших бойцов? Есть одна проблема. Нежелание самой российской стороны участить этот процесс обмена, чтобы он стал более частым и более массовым. Ускорение возможно только лишь в том случае, когда у нас действительно в плену оказываются офицеры определенного ранга, определенного звена, особенно если это офицеры среднего или высшего звена. Когда у нас оказываются в плену российские оккупанты узкоспециализированных направленностей, например, операторы зенитно-ракетных комплексов, операторы РЭП, опять-таки пилоты ударных вертолетов, истребителей, фронтовых бомбардировщиков и так далее и тому подобное. А тогда, безусловно, ускоряется процесс именно за счет этого. А в остальном же у нас на сегодняшний день намного больше пленных российских оккупантов, чем у россиян наших пленных защитников. Но именно в том-то и разница, что среди этих пленных оккупантов у нас много рядового состава, то есть банально рядовых, простые солдаты. Либо это представители того же самого ЧВК Вагнер, вплоть до зэков. Опять-таки большое количество зэков. Есть так называемые чмобики, которыми тоже российское командование не дорожит. То есть вот проблематика именно в этом и заключается. Что российское командование не дорожит своими солдатами. И когда речь идет о рядовом составе, они не особо-то спешат как-то форсировать процессы обмена. Александр, в годовщину освобождения острова Змеиный Литва призвала Кремль вывести войска со всей территории Украины. Постоянное представительство республики в ОБСЕ в Твиттере призвало Россию, цитата, перейти на новый уровень методички жестов доброй воли и убраться со всей территории Украины прямо сейчас. Конец цитаты. И я хочу вспомнить другую годовщину, которая тоже связана с украинским островом. В 2003 году, осенью исполнилось 30 лет, был инцидент с островом Тузла. Когда все произошло со Змеиным, у меня, вот интересно ваше мнение, Александр, вот у меня какая-то, знаете, внутренняя рифма прозвучала между этими двумя островами. Не только потому, что это крошечные украинские острова, но и потому, что тогда первая провокация путинской России против Украины ничем не закончилась. А со Змеиным мы увидели во всей красе их амбиции и намерения. Как бы вы связали эти два события? Они связаны или нет? Безусловно, поскольку Тузлинский инцидент – это, по сути, проявление реваншистских амбиций, недоимперских реваншистских амбиций Российской Федерации. Это было тогда наиболее такое яркое проявление. Хотя в целом, давайте вспомним 90-е годы, насколько там катализировались пророссийские настроения и даже была подготовка переворота уже по состоянию на тот момент аннексии Крыма. То есть вот эти проявления со стороны Российской Федерации в рожде, они были всегда, и на них только слепой не обращал внимания. Но тогда Россию останавливали многие моменты. Она не была не только уверена в своей боеспособности, в своих возможностях, но и Украина, как бы это странно ни звучало, на тот момент имела довольно-таки серьезный потенциал по ответу. Но хотя бы вспомним, что на тот момент у нас все же была еще в строю стратегическая авиация, и имевшая, соответственно, на вооружении ракетные средства. Это уже потом мы ее лишились по тем или иным договоренностям по передаче той же самой России крылатых ракет Х-55 и так далее. То есть на момент этих всех инцидентов нам было чем отвечать. А сейчас же Россия посчитала, что у нас не будет достаточной возможности как-либо парировать ее агрессию. Ну, вследствие чего она, конечно же, критически для себя ошиблась. Да, и кстати, Александр, вот в прошлом году, когда события с Измениным уже развивались, президент Кучма признался, что тогда, в 2003-м, был его секретный приказ о том, что в случае нарушения границ Украины украинские пограничники военные имели право открыть огонь. И вот так получилось, что спустя 19 лет украинским пограничникам пришлось защищать свою землю, и они ее защитили на острове Змеиное. И спасибо, что мы с вами вспомнили те события, которые придали очень много надежды, воодушевления украинцам и всем, кто поддерживает Украину. Спасибо. На связи с нами был Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».